Продолжение следует... Здравствуйте, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Приветствую вас. Сразу хочу поблагодарить и сказать великолепный сеанс. Благодарим вас. Мое имя Сантос. Сантос. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня провели чистку вашего подопечного. Убрали два контракта страшных каких-то, вернули 42% души. Честно говоря, не до конца понимаю, что там за магическая какая-то организация стоит, но этим займется сейчас военные этим займутся. У нас остались 10 вопросов, которые написал Дмитрий своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, я отвечу на эти вопросы, если они несут какой-то смысл и знание для этой великолепной души. Я думаю, да, потому что вопросы, в принципе, составлены интересно. Первый вопрос. Откуда моя душа? Великолепный вопрос. Вопрос души всегда несет приятные вибрации. Ты первородная душа. Тебе есть много знаний и открытий с самого начала, с истока. Я же закончу. Я благодарю вас, и мы приветствуем представителей первородных душ в нашей комнате диагностики. Мы вам очень рады. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? Очень застрял ты в этом воплощении. Двенадцатый уровень. Высшее я двенадцатый. Можем идти дальше? Пожалуйста. Третий вопрос. Как в прошлом я был связан с Лемурией и Атлантидой? Что я там делал? Воплощался. Я немного объясню. Первородные души воплощались всегда и везде. Так было и будет. Первородные души имеют определенную энергию, нужную цивилизациям и самой планете. Именно в данный момент или отрезок времени. Ты воплощался много раз во многих переломных моментах. Я бы так сказала, в цивилизациях и Лемурии, и Атлантиды. Ты нес свои знания, данные первородным душам. Первородных душ. Большой опыт и накопление знаний. Везде, где ты воплощался, ты нес эти знания. Строительство архитектуры определенных технологий. Я это так назову. Для многих на сегодняшний день это звучит как магические ритуалы. Но это технологии, которые работали и работают, и до сих пор присутствуют на планете Земля. Я ответила на ваш вопрос. Безусловно. Я благодарю вас, уважаемый куратор Сантос. Я могу переходить к следующему вопросу. Четвертый. Интересный вопрос. Почему я вижу у себя несколько пар крыльев? Крылья существуют не только у ангельских душ. Крылья – это своего рода дополнение к определенным уровням посещения. Были времена, когда ты мог посещать эти уровни на сегодняшнюю жизнь. Тебе идут воспоминания и фантомные ощущения. Благодарю. Я благодарю вас. Пятый вопрос. Каковы мои основные задачи в этом воплощении? Основные задачи первородной души – это нести свои энергии на этой планете, в первую очередь защищая их. Я немножко останавливаюсь на этом моменте. Первородная душа имеет очень сильный стержень и знаний, и опыта. Этот стержень, которым можно управлять и расшверять его, делая защиты, а также энергии, которые распыляются вокруг первородной души. Страх, серость, непонимание, примитивность ведет первородную душу к деградации и потере смысла воплощения. Внутренний стержень должен быть активирован. Знания должны, я бы сказал, называл это пробудиться, пробуждение. Знания должны по крупицам собираться из разных источников. Опытом прошлых воплощений в тебе они всегда были, но твои знания не идут вперед. Ты не ищешь много нужной информации, информации, которая укрепит твою душу. То, что ты делаешь, ты ищешь решение физического тела, забывая о том, что тел намного больше. Детела должны развиваться в унисон. И я понимаю это. На планете Земля трудно выживать, но для того мы и есть души, имеющие силу. И эту силу нельзя прятать или вести в серость. Чистота души – это то, для чего пришла любая душа, тем более первородная на Землю. Чистота души первородной несет планете Земля определенные чистые энергии, смешиваясь с энергиями природного ресурса Земли, такими как деревья, водоемы, животные. Все имеет свои энергии. И если все работает в унисон, добро и чистота энергии распространяются по всей планете. Благодарю. Благодарю вас за этот замечательный ответ. Мы заметили, если можно так сказать, легкое разочарование тонкой копии, когда мы отключали эгрегоры, потому что все эгрегоры были абсолютно вредны ему. И тонкая копия, если я не ошибаюсь... Они примитивные. Примитивные, так и сказала тонкая копия, что это в этом плане. Оно ниже уровня. Благодарю вас, уважаемый Сан. Я могу понимать, мы ни в коем случае не осуждаем другую душу. Мы не находимся на Земле и не получаем этот опыт. Мы лишь наблюдатели наблюдаем и направляем знаками и телепатическим соединениям. Поэтому мы можем лишь болеть и переживать за эту душу, указывая правильный путь. И раз мы находимся здесь, значит, мои попытки не были пустыми. Абсолютно верно. Вы достучались до него, привели его сюда. Это только ваша заслуга. Он услышал вас. Нам трудно было, безусловно, понять эту ситуацию, потому что сильное, очень довольно сильное воздействие на него шло. И даже с кругов магических людей или душ, или я не знаю, кто это, может, по-моему, у них вообще души нет. Это группы людей, которые подселили к нему демонов. Вы просто говорили о защите своих энергий. Перед тем, как я перейду к следующему вопросу, не могли бы вы немножко развернуть эту тему, потому что он не спрашивает в своих вопросах. А это очень актуально, я думаю, для него после этой чистки. Насчет защиты своих энергий. В первую очередь, стержень, внутренний стержень, силы и знаний должен работать. Ом, душа и тело должны работать в унисон, понимая свою силу. Именно внутренняя сила и знания, кто ты, и есть твои защиты. Расширяя их, вкладывая свое намерение, ты больше не можешь быть так легко уязвим. Так как своей энергией ты предупреждаешь всех о знаниях внутри тебя. Прочитанный манифест несет свои правильные энергии. А универсальная защита Меркаба отталкивает нападение на тебя. Это самые главные защиты любой души. Знания, сила и намерения. Благодарю вас. Это замечательная информация. Он получил все эти техники в этом сеансе. Я надеюсь, он будет их практиковать. Точно так же мы рекомендуем обязательно работать со своими родными энергиями, заправляя себя каждый день энергиями и поднимая частоту вибрации этих энергий до определенного уровня, который мы тоже осветили ему в этом сеансе. Я надеюсь, он будет работать с этими энергиями. Только от этого зависит именно смысл этого стержня, что он становится крепче, как вместе с пониманием и всеми остальными факторами, которые вы уже озвучили, уважаемый Сантос. Я благодарю вас за этот ответ. Можем идти дальше? Пожалуйста. Шестой вопрос. Сколько лет моей душе? На этот вопрос я не смогу ответить правильно. Ну, приблизительно хотя бы. Здесь нет понятия приблизительно. Первородная душа не живет на планете Земля. Там, где она рождается, нет понятия времени. Объекты, на которые душа поселяется или посещает, несут разное, разный промежуток времени. Я не знаю, как это назвать. Я бы сказал, разные параметры времени, разная текучесть времени. Могу сказать, душа прожила большое количество времени на созвездии Лира. Здесь была определенная задача. Очень много информации и менталитет этих душ был получен как опыт. Назвать цифру в человеческих понятиях будет неправильно. Я лишь могу сказать, что душа бессмертна. Мы только знаем, что первородные души, действительно, древние души, они созданы действительно, если первородные, самим Творцом. И когда они обращаются к своему учителю, возможно, они и разговаривают с Творцом. Можно это так сказать? И разговаривают с Творцом. Все разговаривают с Творцом, безусловно, конечно. Но он является в этом случае учителем. Я бы так хотел сказать. Я благодарю вас. Не будем зацикливаться на этом, уважаемый Сантос. Я перехожу к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Как не терять чувство безусловной любви в этом материальном мире, где постоянная агрессия? Прекрасный вопрос. И ответ на него уже прозвучал. Знание себя, знание кто ты, а не выше агрессии. Знание твоей чистоты выше агрессии. Именно так происходит война добра и зла. Если добро будет подавлено, значит зло затмит эту планету. Именно поэтому не надо бояться. У добра такие же сильные энергии и защиты. Не надо забывать об этом. Не надо считать себя слабее зла и агрессии. Один человек может сделать очень много. Здесь я хочу опять вернуться к понятию «время». не важно, сколько душа проживет в этом воплощении. Важно, как ярко она проживет, какой след она оставит, насколько смел и ярок будет стержень и жизнь этой души. Ведь один человек может поменять смысл жизни и дать искру для целого поколения или множества людей. Именно поэтому не забывайте, что душа имеет свою силу и свой свет нисколько не слабее агрессии. Вы сильны и будьте сильны. Ваша внутренняя сила приносит страх темным, цивилизации и темноте вокруг вас. Но когда вы несете свой свет, на ваши вибрации приходят такие же светлячки, такие же души и единомышленники. Объединяясь, добро побеждает зло. Благодарю. Я же заслушался вашим ответом. Замечательный ответ. Перехожу к следующему вопросу. Восьмой. Сколько кармических узлов я прошел и сколько осталось? Второй кармический узел заканчивается. Впереди еще два. Отвечая на этот вопрос, я бы хотел предупредить, что кармический узел – это не что-то плохое и темное. Кармический узел – это выбор души. Жизни иногда приходится выбирать. И здесь стоит вопрос выбрать по душе, по уму, по материальным показателям. Это и есть кармический узел. Всегда есть несколько дорог. Богатство, любовь, жизнь и смерть – это и есть кармический узел. Не надо этого бояться. Надо слушать душу и делать свое дело. Я ответила на ваш вопрос. Я благодарю вас. К сожалению, на Земле присутствует ошибочное мнение. Кармический узел – действительно что-то плохое. На самом деле, это программа, которую человек сам себе выбирает перед жизнью. Если он имеет какой-то успех, может, даже еще новый, дополнительный. К этому придет кармический узел. Это ни в коей мере неплохой. Это наоборот. Душа должна пройти. Это чтобы получить определенные знания. Мы, например, так с верой понимаем понятие кармический узел. Мы с гордостью пытаемся их проходить, как и все остальные души. Благодарю вас, уважаемый Сантос. Я перехожу к девятому вопросу, который интересует Дмитрия. Женюсь ли я снова и будут ли у меня дети? Какой, я бы сказала, радостный вопрос. Но, к сожалению, ответ не лежит в моих познаниях. Это не зависит от моих действий. Это зависит от твоих вибраций внутренних, твоего спокойствия из внутреннего знания. И если же ты достигнешь этих вибраций и понимания самого себя, ты притянешь правильного человека и то, с кем ты будешь спокоен и счастлив. В этом случае должна произойти определенная внутренняя работа. В дальнейшем твой выбор, твой путь, твое поведение открывает эти двери. Благодарю. И я благодарю вас. То, о чем вы сейчас сказали, это называется чистота вибраций. Изменяя себя, мы изменяем все вокруг себя. На наши вибрации, на положительные притягиваются именно такие же души. Если у нас негативные, соответственно, такие же и притягиваются к нам души. Будущее многовариантно. Я когда-то спрашивал своего куратора, он сказал, это ты решаешь, а не я. Если ты захочешь, ты можешь иметь это. Вполне возможно. Если нет, значит нет. Но это всегда твое решение. Кураторы в это не вмешиваются. Такой был ответ. Я благодарю вас, уважаемый Сантос. Если вы позволите, я перехожу к последнему десятому вопросу. Пожалуйста. Какая связь моих прошлых воплощений с моими духовными учителями? Я объясню. У тебя большая связь на тонком плане. Твои знания, твоя сила и спокойствие видны и чувствительны. Но в матрице Земли твое физическое тело не сгармонизировано с душой до конца. Да и как это может быть, если часть твоей души была похищена? Это одно. Второе. Сгармонизировавшись с тонким телом и поняв, кто ты, получив эти вибрации, неся их и работая над собой, только так можно вспомнить свой опыт и свои знания. Прошлые учителя не связаны с тобой, так как знания получены, определенный опыт пройден. Твое дальнейшее развитие дает тебе новых учителей именно в данном вопросе. На данный момент твоя задача была узнать, кто ты и вспомнить ощущения первородной души, первородных энергий, спокойствия, уверенности и силы этих энергий. Духовность учителей уже накоплена в твоем опыте и знаниях. Теперь твой шаг идти дальше. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемость, Куратор Сантос. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать внутренний стержень Дмитрия, это был бы самый лучший момент. Безусловно. Внутренние энергии первородной души имеют определенные искры. Внутри энергии, внутри общих энергий, эти искры несут в себе определенное дополнение для души. Эти дополнения прекрасно понятны для флоры и фауны планеты Земля. Именно поэтому твои энергии связаны, как я уже говорил, с вибрациями планеты Земля, деревьями, травой, животными и водоемами обязательно. Если ты посидишь возле водоема и расслабишься, почувствовать свои энергии, ты увидишь, как от тебя выходит поток твоих энергий, наполненный этими маленькими искрами, соединяясь с прекрасными энергиями воды и земли, воздуха и света. Да. Благодарю. Держень активирован. Благодарю вас, уважаемый куратор Сантос. Чувствуется ваш опыт пребывания жизни на Земле, потому что ваши знания очень глубокие. Почему я это говорю, в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам сюда, а были у нас и первородные души, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Сантоса, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту замечательную встречу, за его ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания. Великолепный подарок. Благодарим. Я с радостью приму его. Благодарим вас, уважаемый куратор Сантос. Вторая у нас традиция, мы никогда не прощаемся, возможно, на каком-то этапе. Дмитрий захочет познакомиться со своим Высшим Я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Великолепная традиция. А сейчас я хочу пожелать вам доброго бытия. Благодарим вас, уважаемый. А Дмитрию доброго пути и новых открытий и чувств. Примите от нас искреннюю энергию любви и благодарности на этом месте. До скорой встречи, уважаемый куратор Сантос. И рассинхронизируйся. Верочка. Готова. Дмитрий, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили ответы на все свои вопросы? Более чем. Отлично. Вы поняли о своей душе. Я думаю, сегодня намного больше, чем вы до этого знали. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова